итак я всех приветствую мои хорошие всем доброе утро приветствую вас на просторах нашего прекрасного вип-канала значит смотрите давайте сразу к делу перейдем кто с нами давно знает я никаких лекций тут не веду а меня интересует только ваш ситуации с которыми вы сталкиваетесь и с тем хотите поработать поехали юль включай в себя микрофон и давай начнем или соответственно вот давай сейчас проясним что у вас там да как ты меня слышишь да хорошо слышу привет привет да мы наконец-то с виталиком тут тоже вместе рядышком и вот по поводу отношений этот вопрос насущные тема одна и та же что не можем друг друг от друга доносить информацию потому что вот эти но в теории от себя ну все законы так скажем что менять друг друга мы не имеем права ну менять никого в принципе и нужно там начинать себя и так далее но при этом отношения это же для того чтобы люди друг друга слышали и чтобы отношения были гармоничными они менялись все равно чтобы вот было в гармонии стоп 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 ко всей группе обращаюсь смотрите а ребят меня вообще не интересуют длительные истории чё конкретно не можете решить поехали с этим работать ну что мы можем не можем найти общий язык нему я не могу доносить до виталика информацию чтобы он меня услышал а он не может до меня и все время мы получать свои за этого ругаемся так хорошо почему вы не можете доносить какие идеи конкретные ты не можешь донести до виталика что он не слышит ну я даже не знаю если да вообще просто и быта касается я начинаю говорить и ну я как мне кажется я говорю нормально нормальным тоном но и в принципе я говорю что пытаюсь по крайней мере начинать точно с этого и получается что ему кажется что нет я это делаю неприятно значит стоп короче говоря в вашем вот сейчас случае самое главное понять насколько качественного интимная близость насколько вы друг от друга кайфуете вот там вот основная проблема если вы это уладите то вы спокойно будете разговаривать друг другом потому что проблема не в том что вы не можете донести или не донести какую-то информацию друг до друга вообще а вот и все поэтому вам надо уделить время друг другу вашей паре вот понимаете дим привет 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 рассказывай да да в интимной сфере все нормально вот действительно когда просто пытаемся поговорить на бытовые темы все но как-то на конфликт уходит любой разговор давай разберем вот любой разговор что конкретно вас цепляет это просто набор идеализации у юли свой у тебя свой вот вы и конфликтуете в целом я я вообще не цепляю она ко мне по быту там ты не так положил не так убрал можешь за собой притереть тут неправильно все у нас плохие условия и вот это все ага то есть постоянно не претензии получается да вот такого при этом она говорит что это не претензии вообще я тебя спокойно прошу это я все знаю теорию это не претензии это я тебя просто прошу с улыбкой убери свои там вещи отсюда делай как я хочу переставляйте тарелки так хорошо тогда просто-напросто вам надо прописать договор кто что делает по дому и все ничего такого сложного а вот чтобы вас у всех и у тебя и у юли была конкретная ну как бы так как это сказать должностная инструкция и к примеру делаешь так она делает так и дальше по этому договору договориться вам обоим нету других вариантов быт есть быт от него никуда не сбежать и все если вы оба знаете четко что вы должны делать то никаких вопросов не будет поэтому сядьте договоритесь пропишите этот договор и все да да про у нас просто до этого вечные переезды были все время быть менялся но сейчас вроде устаканились принципе да да без вариантов чтобы вы не ругались просто договоритесь четко договор гибкий естественно то есть со временем его поменяйте там и все и и не ругайтесь потому что основа как бы вот этих всех руганий это какие-то проблемы в том что у вас нет интимной близости когда у вас все хорошо давайте прямо говорить когда оба партнера получают хороший качественный оргазм все счастливы все довольны и все любят друг друга потому что вам в кайф друг с другом вам легко договориться если у вас вот такие припирания на долгой основе значит надо вот эту тему как бы секса все-таки копать потому что хотите не хотите пара на этом очень сильно держится вот и все да благодарю вас получится люблю вас шлю вам свет так поехали дальше так у нас у я на теперь яночка включаю себе микрофон поехали потом светлана евтюгина потом оля и так ульян смотри может быть ты первый раз да просто микрофон вижу тебя все включу себя только микрофон камеру включила в принципе в этом нет необходимости но как пожелаешь да да прошу говорил я рассказывай что у тебя я вообще обычно человек но последнее время ловить себя на том что я стала как бы брюзгой такой замечаю в людях может быть просто я начал отслеживать это я не знаю ловлю себя на том что а чё только плохой тут и видишь лень апатия вот такая прокрастинация не нравится мне этого мне мне хочется вернуть ту жизнерадостность которая была у меня и наслаждаться жизнью но тут все очень просто смотри с чего надо начать да я просто отмечаю у себя до что вы говорите соответственно потому что люди всегда называют ключи к решению своей проблемы той или иной значит первое вот это то что ты в плохих людях замечаешь это ты на самом деле в себе видишь их тебе это подавлено то есть всегда когда ты осуждаешь людей я объясню да очень важный момент сейчас хочу чтобы вы все это послушали это очень важно вот нам как бы вшито мышление через вот эти вот постоянные какие-то осуждения то есть вместо того чтобы общаться о том что нас радует к чему мы хотим прийти чего мы от жизни хотим мы постоянно кого-то обсуждаем кого-то осуждаем и так далее так вот смотрите какой момент вы находитесь вот в этой точке до условно ну это вот ручка у меня вы должны перейти выше то есть в деньгах в отношениях в путешествиях в новизне в жизни вот сюда вот выше дальше следующий уровень идет да ну условно вы зарабатывали 100 тысяч на 200 вот идете и вдруг вы берете кого-то осуждаете вместо того чтобы идти туда развиваться думать о том чего вы хотите вы падаете вниз и вам придется в два раза больше усилий потом прилагать чтобы сюда прийти поэтому первое значит это понять да вот самое главное ульян внешне равно внутреннему то есть никаких людей ты не осуждаешь да все эти люди это продолжение тебя они прекрасно это есть ты поэтому ты убираешь осуждение первое второе убираешь гордыню свою ну то есть потому что это гордыня с чего ты взяла что как бы другие люди как-то плохо устроены да то есть них бог так устроен то есть смотри как надо рассуждать в целом чтобы вы были счастливы все вот есть огромное количество душ в разных телах там в теле моей мамы в теле моего папы в теле моих детей это души которые ну мне не принадлежат не принадлежат богу я не вправе их переделывать или рассказывать что они что-то не так делают это их выборы я только себя могу исправлять и свое отношение к ним все больше вообще ничего ну и следующее естественно подключи спорт обязательно просто ходи иди в лес заземляйся походи ногами по лесу соответственно по земле какие-то процедуры в виде контрастного душа то есть включая и все и у тебя пройдет это прокрастинация апатия и так далее и поставь себе цели как правило эти цели должны быть очень простые но условно для начала сначала ты прошла один километр на следующий день два километра потом три ну и так каждый день по накатанной следующее поставь себе за цель например пищевые паузы когда ты например в течение дня ничего не ешь а только пьешь воду и почувствую как ты себя будешь ощущать вот эти вот все простые вот решения они приведут к тому что ты в ресурс придешь понятно понятно да ульянка только действуй только действуй пожалуйста и действительно вот посмотри на youtube опять же да те же самые видео про осуждения промышления то есть все все в открытом доступе все даю все у нас на канале есть так что просто надо это использовать обязательно ребят не совсем ловлю себя на том я посмотрела что он тут же поймала и переключаясь от этого я не залипаешь да в этом ну отлично отлично но наша с вами задача вот сейчас я очень важную ключевую вещь скажу на уровень рефлексов завести то о чем я говорю с точки зрения мышления да когда вы честны с собой когда вы думаете о том чего вы хотите когда вы выключаете мышление от отрицания и благодарите за то что есть то есть мы об этом во всем говорили просто повторять не буду но тем не менее да то есть на уровень рефлексов чтобы вы прям ну как бы что-то происходит а вы допустим получили какую-то сумму денег обновили машину ну к примеру а вы уже думаете о следующей машине а следующей сумме денег то есть вы поблагодарили говорите да все хорошо но хотелось бы еще лучше то есть вот таким образом вы не будете останавливаться типа как у вас дела хорошо но хочется еще лучше и так далее и так далее вы двигаетесь хорошо так следующая поехали с веточка евтюгина включая микрофон да вижу ага привет рассказывай привет хочу поблагодарить за перезагрузку это великолепное великолепное ощущение но естественно уже слышно что я заболела это все как положено вот хочу немножко еще поблагодарить всю группу и вообще всю команду вы чуть чудесная услышала сегодня юленький рассказ и ульяны двух девушек которые были передо мной разрешите просто вам обеим сказать что прошла я вот подобные ситуации как раз юленька с мужем у нас были подобные абсолютные ситуации и как только а я купила прямо курс извините есть такой курс школа гейша и там фильм отношения мужчин что они чувствуют именно то о чем дима говорит то есть вот эти некие недоговоренности с мужчинами если только устройте ему сюрприз устройте мужу сюрприз ходите в какое-то особенное место снимите комнату гостиницы у вас совершенно все поменяется у нас поменялось я вообще сюда к вам пришла у нас подали на развод чтобы вы понимали ребята до этого несколько месяцев и мы начали вот такое делать и никаких претензий ребят нету вот они само прошло чудесным образом само и по поводу интервального голодания я делаю один раз в неделю голодный день это стой давай чтобы тебе микрофон не отключал давай к твоим моментам то есть вопрос можно ли снять программу от я в 15 лет сказал своей маме что я никогда не выйду замуж я помню детали у тебя же муж есть уже ничего допустим нет такого что я допустим там говорил вот они дедушка с бабушкой жили они развелись мама с папой жили они развелись и в общем и у нас тоже развод ну и как бы мы же загрузку провели и наладилось сейчас все успокоиться просто все поняла так у тебя же ну да как бы я думаю ну смотри все программы ребята все программы снимаются всегда действиями вот условно я никогда не выйду замуж берешь выходишь замуж или я боюсь больших денег берешь открываешься деньгам понимаешь как устроена там ну условно да там самозанятые и п ну и так далее так далее да то есть и двигайтесь в этом направлении то есть все программы они нивелируются при помощи действий сначала вы и осознаете то есть программы разные же была да соответственно перезагружку что сделали мы обнулили энергетику этих программ на ментальном теле но помимо подселенцев помимо астрального тела эмоций чувства и обнулили их энергетику они теперь не давят на тебя активно соответственно как они давят в чем это проявляется виде какой категоричности, догматичности, когда ты вечно отстаиваешь свою правоту, когда ты не даешь другим жить. Но это не твоя история. У тебя с этим все в порядке. Благодарю. Благодарю. Можно, допустим, супругу взять такую же на фотографию или без согласия его нельзя делать? Нет, конечно. Без согласия. Это же закон свободы воли души. Если муж даст согласие, конечно, можно. Но дело в том, что закон свободы души мы не вправе нарушать, мы никогда этого не делаем. Благодарю. Да, человек должен просто понимать вот одну вещь. Сначала делается перезагрузка. Это вот самый глубокий уровень влияния на нас, на людей. Самый глубокий. Дальше человек начинает действовать, меняя свое мышление, мировоззрение и действия на физике. Ну, кому-то надо развестись, реально все уже изжили себя. Кому-то надо переехать в другой город. Кому-то нужно менять мировоззрение. У каждого индивидуально по-разному. Но вот в чем основа. То есть действия. Нет действий, нет результата. Ну, это очевидно, я думаю. Это и так понятно. Хорошо. Светик, я тебя очень рада слышать. Вот. Если что, пиши всегда сюда в чат. Тут я его полностью веду. Пиши мне в личные сообщения. Пообщаемся. Всегда рад тебе. Договорились? Благодарю. Взаимно. Всего доброго. Благодарю. На связи будем. Так, дальше сейчас Ирина Савина, потом Людмила Бас. Поехали. Ирочка Савина, включай у себя микрофон. Димочка, привет. Привет, ребята. У меня, может, немножко шумно. Я сейчас в парке. Вопрос в следующем. У меня у сына хронический танзелит. Ему сейчас 15-й год. И по вечерам, вот как начинается осень, вот этот период холодный, у него постоянно субфибрильная температура. 37,3, 37,5. То есть он с ней живет, нормально себя чувствует. Но у меня вот внутреннее желание от него отстать. Я от него отстала. То есть я делаю медитации, там Дева Мария, Архангел Рафаил, все призываю. Вечером у него все хорошо, на утро опять то же самое. У меня ощущение, что он сам этого хочет, и поэтому это у него возникает. Вот как здесь быть? Ну, естественно, у меня как у матери сердце разрывается. Что с дитяткой-то делать-то? Да, я тебя прекрасно понимаю. Значит, первое, опять, вот смотри, я всегда, ребята, записываю все, что вы говорите. Если вы с другими людьми работаете, тоже делайте так. Почему ты сказала, что у меня есть желание от него отстать? Это просто ключ к решению проблемы. Что за ситуация? Ты чувствуешь, что сильно вцеплена у него? Дело в том, что гиперопека была с моей стороны, я это понимаю, и он прям вот хотел отстраниться. И я, мне кажется, я душила его вот этим состоянием. Ну и как бы дедушка там его опекал. Он сейчас и потом рвется в самостоятельность, и я даю ему возможность отойти. Но при этом он далеко и не отходит. Знаешь, вот это максимализм, юношеский, но какие-то вопросы там, понятно, он все равно там ко мне, чтобы что-то решать. А, ну понятно. Ну смотри, температура обычно вообще у человека поднимается, когда он внутри кипит, хочет что-то поменять, но не решается. Та же самая ситуация и с отеками. То есть человек отекает, потому что он вот-вот хочет что-то сделать и все время не делает. То есть нету принципа подумал, сделал. Поэтому в данном вопросе, тем более ему уже 15, да, уже взрослый человек, ему не 12, до 12 еще можно было бы через тебя рассматривать. Но 15 уже он имеет свое мышление, свои убеждения, свои как бы намерения. Поэтому тут он нам нужен, чтобы мы поняли, какие его мотивы. Но я к тому, что уже сильно я на него влиять не могу. Я чувствую, что я... Да, нет тоже влияния. Ну и не надо, поэтому вот ты сказала отстать, возьми от него вообще полностью отстань. То есть скажи так, да, это душа, я ее сюда привела, на эту планету, она имеет право жить как хочет. Нужна будет помощь, я ее окажу. Ну как бы все. То есть и так ему тоже скажи, сынок, ну как бы твоя жизнь принадлежит тебе. Буду тебе нужна, всегда рядом. Ну не нужна, все, давай. А основа как бы с детьми, это всегда своим примером показать, ну как бы, как можно быть счастливым, как можно быть, я не знаю, там, спортивным, ну и так далее, да, чтобы дети это с детства все видели и смотрели. Детей невозможно воспитать. И самое еще главное с детьми, что я хочу сказать для всех, я думаю, это полезно будет, что, ну я как сам отчим, да, в первую очередь, и как отец, то есть у меня двое мальчиков, я вам хочу сказать следующее. Я вам расскажу одну очень показательную историю, честно вот расскажу, как у меня в жизни было. На протяжении полугода у старшего, ну я ему отчим, да, соответственно, у него были сопли. Такие, что вот жена, ну она жена у меня такая, знаете, в своем отечестве нет пророка, там по докторам любят походить, посмотреть на людей в халатах, туда-сюда, и в итоге все равно ко мне всегда приходят. Вот, но она его вот это вот водила, аллергены сдавали, туда-сюда, и я сажусь в медитацию и задаю себе вопрос, ну типа, почему он болеет? И я понимаю, что на очень внутреннем глубоком уровне я его не признаю, я его не допускаю до своей семьи. То есть я сейчас очень такой важный момент говорю для всех, если вы это поймете, да, осознайте для себя, у вас не будет проблем с детьми. И я просто обращаюсь к Богу и говорю, отец, ну ты мне послал душу на воспитание, как бы я каюсь перед тобой, что не принимал. Я проплакался, и два ровно дня никаких соплей. Этих соплей была вот такая вот гора, все было усыпано просто этими соплями у малого. То есть нету вообще никаких причин вот этих вот, знаете, медицинских. Ну вот как бы они, да, они там есть, там микробиология есть, вот эти вот всякие микроорганизмы, но основа, это то, что я сказал, это ваши отношения в семье, ваше поле, ваша любовь. И все. Поэтому детям нужно, как бы это не смешно звучало, напичкать их любовью по максимуму, а дальше они сами отвалятся. И все. Вот так. Димочка, ну я хочу добавить, прям все, что ты говоришь, отзывается. Я тоже, как и твоя супруга, ходила по врачам, как на работу с ним. Ну, вот все, как ты говоришь. Конечно, я буду работать над собой и поговорю с ним. Но у него такая категоричность юношеская идет уже. Ну, нормально, конечно, значит, и мне тоже руки. Он отстаивает свое мнение, а ты можешь, знаешь, что сделать. Поиграть с ребенком это очень забавно и интересно. Я со взрослыми люблю это играть. Это называется психологическое айкидо. Вот чтобы он не говорил, ты всегда соглашайся, говори, да, конечно, туды-сюды, и взывай к тому, чтобы вы могли ситуацию рассмотреть с другой точки зрения. Ну, условно, он говорит, какое-то категоричное убеждение. А ты говоришь, ну да, так и есть. То есть в его модели мышления на данном этапе так и есть. Вот. И ты ему говоришь, а что, если мы по-другому посмотрим? То есть вот таким образом. Тогда это работает, все нормально. Ну, такая, ребята, ситуация. Ты знаешь, такой момент. Он со мной хочет аниме смотреть, ему нравится, а я все время засыпаю. Знаешь, невольно. Даже хочу, а все равно засыпаю. Он обижается. Я говорю, Саш, ну что-то как-то так у меня не идет. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. То есть у вас, по крайней мере, уже общий интерес. Тебе не идет, ты вправе честно об этом сказать, и все. Он вправе честно тебе сказать то, что он хочет. И все. Так что пусть какая душа развивается, будет счастлива. От анзелиты температура уйдет, когда он сам на себя будет брать ответственность. Вот и все. Спасибо большое, Димочка. Хорошего дня. Благодарю. Рад был тебя слышать. Ребята, вы знаете, вот сколько я как бы консультирую людей вообще уже 9 лет, да? Ну вот правда, знаете, вот все настолько элементарно. Основа – это радость в жизни. Вот просто, если вы умеете жизни, знаете, вот просто вот элементарно радоваться без условий. То есть вам там, я не знаю, не надо вот просто ничего для того, чтобы быть счастливым. Вы не будете болеть никогда. Понимаете? Вот если вот очень на глубоком уровне поймете, я об этом постоянно говорю, одну вещь такую интересную, что вот Бог дал шанс пожить, наша задача – его прожить счастливо. Если вы в паре, да, надо учиться договариваться друг с другом. Но если вот вы просто даже вот рак крови мы у женщины лечили, я больше, ну, я стараюсь не брать больше ребят, которые больны раком, вообще людей. Очень тяжелые люди с очень тяжелым мышлением, с тяжелой энергетикой. Но мы вот работали, это было еще 2 года назад, рак крови был у человека. И мы ее прям учили радоваться жизни. Она с детства не умела радоваться. Знаете почему? Потому что в психосоматике кровь олицетворяет радость. И она становится чистой, если вы радуетесь. Вот и все. Понятное дело, что нужно там употреблять, например, там куркуму, там чеснок, да, чтобы как бы разжижать кровь, ну и так далее. Там свои моменты физические – это одно дело. Но другое дело, что человек просто в течение жизни никогда не радовался. Представляете? Ну, естественно, он будет болеть. Вот и все. Хорошо, поехали дальше. Значит, так, Люда, потом Оля будет у нас. Люда, включу у тебя микрофон. Пожалуйста, включай. Ребята, да, нажимайте поднимать руку, она у меня тут автоматически опускается, я не всех вижу. Так, Люда, смотри, если не включаешь микрофон пока что 5 секунд. А, все, есть. Прошу, рассказывай. Давай к делу. Первый раз. Да, доброе утро всем. Димечка, у меня такая проблема. В общем, ну, ой, слушай, тяжко все сказать. Я всю жизнь мучаюсь в герпесе. У меня всю жизнь. Сколько я себя помню, у меня герпес. Получилась такая гадкая штука. Я первый раз вообще это говорю, никто этого не знает, кроме меня. Он у меня где-то год в 23 перешел в генитальный герпес. И у меня... В общем, как-то так. Смотри, ну, все очень просто. Дело в том, что я конкретно от этой проблемы и мучился, так же, как и ты. Ну, то есть, знаю, как от нее исцелиться. Но решение, которое я тебе скажу, тебе не понравится. Но если сделаешь, исцелишься. Короче, смотри, что такое герпес? Первое. Вот самое главное понять. Ну, понятно, нам всем там вирусологи якобы. Знаете, вирусов не существует вообще никаких. Потому что вот со мной вы можете покопать самый глубокий уровень. Это какой уровень? Это уровень мысли. Потому что все начинается с мысли. Микроорганизмы начинают активироваться, когда вы вибрируете на тех или иных мыслях. То есть, если у вас низковибрационные мысли, включаются вирусы, они начинают на вас действовать. Если вы в благодарности, радости, счастье, в легкости, ну, ничто вас не может как бы одолеть. Так вот, по герпесу это просто конкретно то, с чем я не мог справиться. Шесть лет у меня эти рецидивы были каждую неделю. Вот. И тоже он перешел так же, как и у тебя. Поэтому давай разберем. Значит, первое это, к кому у тебя очень сильно категоричное отношение. Вот ты прям не приемлешь этого человека, его характер, и ты считаешь, что вообще этого в жизни быть не должно. Кто это? Что это за человек? Знаешь, у меня сейчас таких людей вроде как нет. Может быть, они как-то были. Вроде всех поедало. Не знаю. Может быть, мама. Только мама меня тригерит. И то уже не так. Ну, нет. Дело в том, что, смотри, мама тригерит же много лет, верно? Да. Очень. Она... Вот и все. Вот смотри. У меня была тоже самая ситуация, как у тебя в один-в-один. Мы перестали общаться. Мы два года не общались. И все прошло. Полностью рецидивы. Поэтому вот тебе ответ на твой вопрос. То есть, как только ты перестроишь свое отношение, оно будет более спокойно, и мама поменяет свое отношение. Ну, я не знаю, какая у тебя ситуация. Там, может быть, она у тебя там уже не ходит, сама не бродит. Надеюсь, все у нее хорошо. То тогда у тебя все эти рецидивы пройдут. Вот и все. Ну, вот, понимаешь, я уже не работала и простила, и медитации, и все время, чего я еще не делала, и прорабатывала, прорабатывала. И вроде бы... Маму я очень люблю, и общаюсь с ней каждый день. Мы живем отдельно, но больше часа я не приношу. Вроде ничего... Ну, не знаю. Как-то... Людочка, смотри, ключевое слово здесь вроде. Ты не просто так это слово говоришь. Еще раз, да, напомню всем, что слова, которые мы говорим в нашей речи, это ключи к решению нашей проблемы. Вроде. Если ты себе честно признаешься, и ты себе скажешь, скорее всего, так. С матами-перематами, она меня бесит так, что просто порвала бы ее напрочь, короче говоря. Но ты себе в этом не признаешься. Ты это сдерживаешь. Я точно так же делал, понимаешь? И это приводило к герпесам. Потому что, смотри, ты хочешь выговориться, хочешь выплеснуть это все, а оно и надувается. Ну, ты понимаешь, в чем я про герпес, соответственно. Вот и все. Поэтому первое, что тебе нужно сделать, это первое, самое главное, это пойти к ней, просто выговориться и сказать все, что ты думаешь. Не надо это делать с негативом. Просто честно сказать это. То есть, мы включим самый главный принцип, это честность с собой. Ты честно скажешь, что со мной нельзя так, я не приемлю в тебе то-то, пятое, десятое. Ты выговоришься. Поверь мне, у тебя сразу же, если у тебя даже рецидив сейчас вот есть, он тебя сразу же отпустит. Вот сразу же на глазах он пройдет за день, за два. Ну, все затянется очень быстро. Я это проживал просто. Я говорю на опыте, на своем личном. Следующий этап. Если уж совсем жесть, да, перестань общаться. Месяц, два не общайся. И посмотри, у тебя все эти рецидивы уйдут. Ну, то есть, позволь себе это сделать, не общаться. Вот и все. Я поняла, да. Спасибо. Да, ребята, вот так это работает, к сожалению. То есть, просто у нас, видишь, ситуация с тобой, ну, идентичная вообще, один в один. И все. Поэтому поэкспериментируй, а потом, ну, поэкспериментируй, там, сколько тебе понадобится, неделька, две, а потом ты дай мне обратную связь. Я вот говорю все предельно, честно, как всегда, все, что в моей жизни происходит, ничего как бы не выдумываю. И все. Ну, уже на протяжении, наверное, года я пытаюсь так поступать, я пытаюсь так делать. Ну, вот, не до конца пытаюсь. Мам жалко. Вот это неправильно. Что значит жалко? Смотри, жалость – это наизнанку вывернутая гордыня. Я объясню, как это выглядит. Когда нам кого-то жалко, мы начинаем отрабатывать карму этого человека, то есть его задачи души. Вот тебе и герпес. То есть, почему это происходит? Потому что, когда мы кого-то жалеем, это выглядит на том, как плане так. Бог создал мир, таким, какой он есть. Дал каждой душе возможности, а я буду вот всех жалеть. Ты, пожалуйста, помоги, чем ты можешь, но не больше. Слышишь меня? Это очень важная вещь. Помоги, чем можешь, но не больше. То есть, не в перебор, когда ты вот самоуничтожаешь себя и ради человека что-то делаешь. Иначе, конечно, у тебя болезнь будет. И твой внутренний бог, твоя богиня, твое божество, твое высшее я, через герпес, как бы финансируя эту ситуацию с этим заболеванием, показывает тебе, что, Люд, у тебя неправильное отношение к себе. Ты себя недостаточно любишь, недостаточно себя ценишь и вступаешь вот в такие отношения. Поэтому мы убираем слово вроде, мы убираем слово попытаюсь или сделаю и начинаем просто действовать и все. То есть, перестаешь общаться, у тебя уйдет эта категоричность, уйдет этот внутренний накал, внутреннее напряжение. И со временем ты посмотришь, что эти рецидивы полностью уйдут. А потом пойди еще раз пообщайся и сразу же рецидив будет. Сразу. Начнется. Так не крути. И все. Так что, позволь себе какое-то время отдохнуть от мамы. Понятно? Да, спасибо, я поняла. Спасибо большое. Давай, с твоего позволения дальше двину. Значит, так, следующая у нас Оля. Олечка, включай в себя микрофон. Давно мы с тобой, кстати, не общались. В прошлый раз, по-моему, у мамы есть, да, насколько я помню? Да, все верно. Хорошая память. Молодец. Благодарю тебя за такие эфиры, Дима. Ты даешь возможность людям понять себя изнутри, изнаружи и везде. У меня есть вопросы по двум медитациям твоим. Первая медитация – это ДНК, активация ДНК. Я вчера проводила, и у меня формировались мои слои, как бы лепестки лотоса снаружи, получается. Хотя они уходили все вовнутрь, образовывая такой, как сказать-то, конусовидную такую штучку. Ну, как вот в серединке-то-то? Да-да-да, я с него, да? У меня вопрос, да, такой вопрос. Может ли быть вот этот цветок моим символом конкретно? Конечно. Во-первых, и может быть, и, скорее всего, он и есть, потому что у каждого свой внутренний символ. То есть у меня он, например, с первоэлементами связан. Там земля, вода, воздух и так далее. У тебя может быть. И просто смотри, в медитации по активации ДНК, для того, чтобы понять вообще вот всю суть этой медитации, надо прочесть книгу, которая называется «Сатан. Автобиография». Ну, мы о ней говорили не один раз. Обязательно вот запиши себе, я тебя прям прошу от души, и вообще всех прошу, прочитайте, пожалуйста, книгу «Сатан. Автобиография». Это книга о том, как преодолеть гордыню. И там вы найдёте ответ. Ну, я не буду сейчас просто давать подсказки, подсхалки они называются. Вы поймёте, почему медитация в активации слоёв, она записана вот именно теми командами, которые там даны. Вот. Это, конечно, первая ступень Академии управления подсознанием. Там я все детали даю. Но, тем не менее, пускай будет книга. Значит, по лепестку – да. Это твой символ. Давай дальше. Следующий вопрос. Ну, пусть… Сейчас, секунду. То есть, получается, он мне будет давать возможность где-то в продвижении решения моих каких-то вопросов, где-то я не уверена, ещё что-то, то есть смотря на него либо используя. Нет? Продвижение и решение вопросов будут давать тебе твои убеждения, мировоззрения и действия на физике. В первую очередь. А цветок тебе может помогать тебя синергизировать, когда ты в раздрае находишься. Ну, когда, условно, у тебя не очень хорошее состояние. Ты села, настроилась на него, вот на цветок представила луч божественной любви и света над ним, и дальше забрала его внутрь твоего сердца и по всему биополю распространила. Вот прямо сейчас можешь даже это сделать. Вот тогда он будет. Давай дальше вопрос. Ну, прекрасно. Спасибо. Второй вопрос по медитации с общением с болезнью. Так, прошу. По поводу внешнего веса, который меня не отпускает. С мужем развелась. Это уже год, ну, как это называется? Уже развелись, да? Сейчас тут дети ушки. Взвешены, да. Так, давай. Вот, не живем вместе. И суть в том, что лишний вес не уходит. То есть у меня какие-то конкретные мои проблемы, они все-таки в голове еще есть. То есть как-то ограничение. Может, я хочу отдалиться от ближайших сильно родственников. Может, это мама, может, еще кто-то. Подожди, стой. Но при этом... Да, я общалась. Это уже выдумывание. То есть, чтобы убрать лишний вес, однозначно, да, надо работать с питанием. Ну, то есть, смотри, все работы с лишним весом проводятся параллельно. Первое, ты в голове что-то осознаешь. Второе, ты начинаешь действие на физике. Элементарные. Это какие? Это смена режима питания. Это непосредственно, то есть больше растительное питание, которое будет что делать? Чистить кишечник. Это, как правило, овощи в основном. Не фрукты, овощи. И когда они чистят кишечник, они убирают вот эти вот застойные каловые массы, которые там просто годами находятся и весят еще порядка двух-пяти килограмм. Ну, там, в зависимости от комплектации человека. И, естественно, каждый день нужно бегать, прыгать и так далее. И как минимум в день надо один раз, ну, хотя бы один раз быть голодным. Ну, кто со мной давно, вы знаете, я не кушаю ничего до четырех вечера. У меня завтрак первый раз в четыре. Я, бывает, один раз вообще за день поел. Ну, потому что много задач, много дел, мне не до еды. Еда сразу, она вырубает. Я это называю жрема. Это когда вы пожирали, живот вот так вот надувается и веки натягивает и тебе спать хочется. Ну, это прикол такой, но, тем не менее, еда, она вырубает, спать хочется. Вот. Поэтому не уходи в эти дебри самопроработок с лишним весом, начинай работать с физикой. Все, то есть, вот возьми, вот просто подойди к зеркалу и задумай цифру, вот, которая тебе нужна, к которой ты будешь стремиться по весу, да, то есть, которая тебя устроит. Следующее, поставь себе, вот, например, вот как у меня, да, вот у меня есть фотография, где мы, физично выглядим, ни грамма лишнего веса нет. Вот у меня эта фотография стоит, я на нее настраиваюсь, да, и в соответствии с тем у меня и сейчас такое же тело полностью. И все. Но я, опять же, я тренируюсь 3-5 раз в неделю. Я не представляю, как можно убрать лишний вес без тренировок и питания. Ну, то есть, сколько угодно себя прорабатывай, но если этого нет, ну, до одного места. Понимаешь? Ну, да, спорт я подключила, да, с питанием, ну, такое себе, если честно. По-разному бывает. Бывает голодный, бывает не голодный. Вот, Оля, смотри, исключай эти моменты с питанием. То есть, вот, у нас же есть программа, которая называется «Питание и подсознание». Ну, ребята проходили, вот мы дальше будем сейчас с Викой общаться, потом с Димой пообщаемся. Вот Вика проходила, да. Когда ты завтрак переносишь, ну, максимально подальше, ты начинаешь тело чувствовать, ты вообще что, хочешь кушать или ты хочешь пить? В основном тело пить хочет. И все. Но мы просто пищеголики из-за всех добавок, которые добавляем. И как только ты тело почувствуешь, вот реально почувствуешь, задашь ему вопрос «Родное мое, любимое мое, ты вообще кушать ты хочешь или нет?» Тело тебе скажет «Да не хочу я есть, дай попить». Ну, вот, по правде. И все. То есть, тебе надо услышать тело. Но если ты питание не изменишь, если ты будешь кушать хлебобулочные изделия, да, которые просто захламляют кишечник, вообще ничего хорошего не дают. Если ты будешь употреблять сладкое, если ты будешь беспорядочно есть гарниры в виде там гречки, картошки. Ну, я просто придерживаюсь, вот это, ребята, палеодиеты. У меня это овощи, фрукты и, соответственно, орехи и мясо. Ну, то есть, это рыба в основном, да, вот в основном. Ну, и там другое какое-то мясо в виде индейки. Вот. То есть, это мой основной стиль питания, например. Но он мне, в принципе, все дает то, что мне необходимо. Вот и все. Но у меня нет вот этого вот захламляющего, то, что тебе на бока даст. Понимаешь? Вот оно будет откладываться в бока лишнее тело, потому что работает так. Мы, когда едим всякие гадости, идет процесс инкапсуляции. Инкапсуляция – это когда тело распихивает от жизненно важных органов подальше все еды. Ну, яды. А потом идет элиминация. Когда вы начинаете, например, голодать или очищаться, почему голова болит в первую очередь? Потому что в кровь попадают эти токсины. И эти токсины начинают, соответственно, по крови бродить, у человека болит голова, человеку плохо и так далее. Если он голодает, вот первый раз, к примеру, и все. Поэтому максимально плотно займись этой темой. Вот и все. И снижай этот лишний вес. Знаешь, сделай это вот так вот. В виде игры из любви к себе. Ну, типа такая. Так, а получится ли у меня сегодня не покушать там это? Ну, получится, хорошо. Не получится, да и ладно. Не получится, да и тоже, да и ладно. То есть максимально игру включи. Иначе, если телу что-то начать его ограничивать, оно начнет так запасаться. Вот, к примеру, ты сегодня решишь сесть на диету. Вот все, решила. Вот не ем. Тело тебя так нажрет, что ты просто обалдеешь вообще. Потому что, ребята, я вам хочу сказать следующее. Вы должны заметить один момент. Частенько нами всеми управляет именно тело, не мы. Вот когда вы берете свое тело под управление, тогда вы его слышите. Тогда вы понимаете его потребности. Тогда вы автоматически, автоматически перестанете употреблять алкоголь и курить сигареты. Это автоматически произойдет. Вы поймете, телу это не нужно, это лишнее. Бог не создавал тело под это. Ну, то есть, понятно, мы разный там опыт получаем. Да, я не категоричен в этом вопросе. Хотите, пейте, хотите там, что хотите, делайте. Но когда вы вот осознаете, как ваше тело работает, у вас автоматически эти привычки отпадают. То же самое с питанием. Мы почему много едим? У нас нету связи с телом. Потому что фишка не в том, сколько мы съели, а сколько усвоится. Усваивается не очень много. То есть, вы съели вот 100%, да, из них, ну, там, 15-20% усвоится. Вот в чем основа, фишка. Хорошо, Олечка, я с твоего позволения дальше. Да, да, спасибо большое. Да, давай, я рад тебя слышать. Только делай, пожалуйста, делай. Викуль, включу у тебя микрофон. Рассказывай, как ты, как у тебя успехи, как у тебя дела. Дима, здравствуй. Вообще отлично. Ты прям про подсознание питания говоришь. Я так классно выгляжу. Вот спасибо большое. Вопрос у меня вот в чем. Как убрать внутренний диалог с человеком? Очень просто. Первое, ты этого человека представь перед собой. Вот прямо сейчас это проделай. И скажи, что ты ему вот хочешь вообще высказать? То есть, что не проговорено? Ну, можно это сейчас сделать, можно это сделать отдельно, да? Например, включить базовую медитацию и проговорить это. Самое лучшее, самое лучшее с этим человеком либо встретиться, либо позвонить ему и проговорить все до конца. То есть, действовать лучше всего, ребята, в первую очередь, на физике. Вы с кем-то поругались? Позвоните этому человеку, встретьтесь, проговорите все. То есть, это все равно ваше зеркало, одно из них. И все это уляжет очень бухо. А дело в том, что как бы меня лично прям это особо не касается. Вот в чем. Это как бы мою маму, там моего брата больше касается, а меня как бы это какая-то несправедливость чувствуется. Ну, думаю, что я об этом думаю? Меня-то это вообще как бы... Давай углубимся в конкретику ситуации. То есть, что там у мамы и у брата с кем-то конфликт или что? Ну, да. Он там поссорился, короче, со своей женой, а жена начала наговаривать на маму, на мою, ну, короче говоря. И я думаю, что за несправедливость. Вот. И дело в том, что я очень подвержена влиянию мамы. Я это знаю. Я маме даже говорила. Она, ну как, она сильно прям на меня не наседает никогда. Но она просто что-то скажет, а я это очень буквально воспринимаю, что вот надо сделать. Я говорю, мама, лучше не говори ничего, потому что я так воспринимаю. И она просто говорит, Витя, ну, может, пообщайся, вы же не ссорились. А я не хочу, например, с ней общаться, с женой с этой. Ну, потому что мама мне вот так сказала, и все, у меня эти мысли, я ночью не сплю, и вот эти внутренние диалоги пошли. Отлично. Смотри, эта ситуация для тебя вскрывает очень много важных событий. Первое из них – это развитие твоего внутреннего авторитета. То есть, ты не должна быть подвержена влиянию мамы. То есть, это ее душа с ее опытом, с ее там моментами, да. То есть, как она скажет, в ее жизни должно работать. Твоя задача – наработать свой духовный авторитет и понять, что твое слово важнее. Это первое. Второе. Исходя из их ситуации, это их ситуации. Тебе нужно учиться тут разотождествляться, то есть, не включаться в их ситуации. Хотят прожить тот или иной конфликт, чтобы выйти на тот или иной новый уровень. У тебя нет необходимости идти и с этой, ну, как бы, женой разговаривать. Это их проблемы. Не надо в них влезать. Ты обязательно будешь крайне. Обязательно. Можешь даже не сомневаться в этом. И ты должна позволить внутренне им решать самостоятельно их проблемы. И все. И разговор здесь, получается, не с женой больше, да, этот внутренний диалог должен быть, а с твоей мамой. И в отсутствии, как бы, вот такой сильной зацепки от ее мнения. Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня это было. А потом, когда ты растешь над собой и понимаешь, о мире немножко уже больше, чем твоя мама, то тогда она перестает быть внутренним, ну, как бы, авторитетом для тебя. Да, вот как за себя вырасти. Мама на меня не давит. Я ей говорю, меня не вмешивайте в это. Она, ну, то есть, мама нормально, все. У меня внутреннее, мое, как бы, как взрастить этот внутренний авторитет? Ну, очень просто. Надо просто понимать, что где-то, в каких-то моментах, ты кому-то должна, вот, в виде мамы, например, отказать, ну, сказать прямо нет. Я не хочу решать ваши проблемы, это ваши вопросы. Это тоже взросление внутреннее, да, то есть, уметь сказать нет. Ну, мы помним, что проходили искусство вежливого отказа. Следующее, когда ты принимаешь решение, тебе надо полагаться только на себя. Ну, то есть, ни на маму, ни на кого вообще. И это приведет тебя к тому, что у тебя, ну, зависимость от ее мнения уйдет. Потому что зависимость от мнения другого человека, это, как правило, знаешь, такая зацепка за стабильность. И стабильность – это всегда смерть. То есть, ну, любая остальность. Поэтому, да, поэтому просто воспринимай максимально, как бы, отстраненно и старайся заниматься собой и только своими вопросами в жизни. Потому что, ну, вот, Бог дал тебе эти вопросы, решай их, будь счастлива и кайфуй от жизни. Это основа. И тогда все вокруг будут кайфовать, вокруг тебя. То есть, такие люди только и будут вокруг. И у мамы будут автоматические вопросы ее решаться, которые она сама должна решать. И у брата, и так далее. Но я считаю, что в чужие отношения лучше не лезть. У них есть задачи, они должны их сами решать. Ну, прекрасно знают, со знанием дела, на личном опыте много это проживало. Короче, пересмотреть искусство вежливого отказа еще раз, да? Посмотри, да, внутренне, да, вот эту вот стержень возрастить. Конечно. Посмотри, может быть, что-то почерпнешь. И да, у тебя должен быть внутренний стержень. Это называется центровка. То есть центр. Я вот, кстати говоря, хочу всех поблагодарить за то, что вы подписаны на канал, ребята. И сегодня я хотел бы, выставить, ну, такой пост и спросить вас, да, вот, что бы вы хотели улучшить. И вот мы сегодня с Ирой на эту тему общались утром. Мы с ней сегодня тоже вот в разборе с ее сыном немножко проходились, да? Есть мысленные настройки определенные, очень важные. Их тоже на вип-канал прогружу. Одна из них звучит так, ребята. Я есть им центр. И в этот момент, когда вы это говорите, вот давайте сейчас просто проговорите, я есть им центр. Каждый. Вся энергия раздробленная, мысленная будет собираться в области груди вот здесь. Вы это почувствуете. Что это за энергия? Это энергия ваших мыслей. Тут вы думаете о маме, тут вы думаете, где денег заработать, тут вы думаете, куда в путешествие поехать, тут вы еще о чем-то думаете. То есть много сфер, о которых вы где-то думаете. Центра нет, а центр вот. То есть вы говорите, я есть им центр. Далее создаете молчание. Чувствуете, как вы собираетесь здесь в центре, в груди. Дальше вы говорите, все центры равнозначны. То есть вы позволяете всем жить так, как они хотят. Ну у них вот свои задачи у всех, вы не накаляете важность относительно проблем других людей. Я есть им центр. Тишина. Все центры равнозначны. И следующая магическая фраза, я не знаю. Вот фраза я не знаю отключает гордыню внутри вас. То есть вы не стараетесь все исправить, всем помочь, ради всех что-то сделать. Вы собираетесь внутри себя и четко понимаете, чего вы хотите, чего вы не хотите. То есть если ты, Вик, не хочешь вот эти вопросы, как ты сказала, вот я записал, а я не хочу с ней общаться, значит ты не надо. Все. И ты берешь и делаешь то, как ты хочешь. Не хочу с ней. Решайте сами ваши вопросы, я вправе. И ты не боишься то, что мама на тебя обидится или брат обидится или так далее. Пускай. Но зато ты как бы в меньшее зло пойдешь, скажем так. Никто и не обижается и не настаивает. Дело в том, что просто сказали, а у меня все вот рассказали, надо делать. Мама же сказала, а она просто, ну, попросила ничего. То есть это надо мне над собой просто как-то, да? Всегда над собой. У тебя нет другой работы над кем-то. Этого не существует в реальности. То есть абсолютно. То есть всегда только над собой. И единственное, что ты можешь менять, это кого? Ну себя, больше никого. Ну это все. Поэтому ты поменял из себя внутренне и к тебе никто не пристает. И сама от себя отстань тоже. То есть не заставляй себя делать то, что тебе не нравится. Делай то, что тебе в удовольствие. Потому что есть такая программа на ментальном теле, называется «Сила». Когда мы что-то делаем через силу. То есть тебе не в кайф, тебе не хочется, ты это делаешь. Неизбежно будет откат. Простейший пример. Я сыроедил порядка пяти лет в общей сложности. То есть это было сыроедение жесткое было именно полтора года, а так в основном 85% рациона были овощи и фрукты. Ну и там мясо немножко, всего пятого, десятого. Пять лет вот эти каждый день зеленые коктейли туда-сюда. Спустя эти пять лет откат такой. Я вообще на это смотреть даже не могу. То же самое в эмоциях, то же самое в чувствах. Поэтому везде нужно искать гармонию. Вот и все. Спасибо большое. Буду стараться. Нет, не говори так буду стараться. Скажи, я сделаю, это легко. И все. Это важно очень. То есть буду стараться, это знаешь, это такой отсыл на будущее, которое, хрен пойми, наступит или не наступит. Очень непонятно. Поняла. Хорошо, спасибо большое. Да, Вик, рад тебя слышать был. Да, взаимно. Поехали, ребята, дальше. Так, Дима следующий. Дим, прошу, включай у тебя микрофон, включай у себя. Рассказывай, что у тебя за ситуация. Да, Дима, привет. Ну, у меня следующая проблема связана со здоровьем. У меня псориаз, раздевить надо. У моей мамы тоже псориаз. И у дочки тоже проблемы с кожей, зерматит. У дочки. У дочки, да. Сколько дочке лет? Семь. Так, семь лет. А он с семи лет начался или вообще с детства? Ну, он начался, наверное, года два назад, лет с пяти примерно. С пяти лет. Так, отлично. То есть цель наша это исцелиться от дерматита, верно? Ну да, помочь себе и дочке. Давай это сделаем. Давай. Смотри, мне надо, чтобы ты сел, руки, ноги не были скрещены и закрыл глаза. Значит, первое, что мы проделаем, мы сделаем глубокий вдох с задержкой дыхания на пять секунд. Поехали вместе. Глубокий вдох. Задержка дыхания на пять секунд. И с выдохом, вот, плавным, медленным расслабляй все мышцы тела. И переносимся полностью здесь и сейчас. Теперь, мне надо, чтобы ты проделал следующее. Значит, скажи мне, какие части тела у тебя подвержены псориазу? Где он располагается? Колени, голова. Колени, голова. Отлично. Смотри, смотри, где вот его прям эпицентр? Он откуда начинался? С головы или с колен? Вообще из гениталий. С самого детства. Ага, гениталий. Все, отлично. Значит, вот туда и смотреть сейчас будем. Гляди, что мы делаем, Дим. Значит, сейчас сконцентрируйся. Вот сейчас в области гениталий есть псориаз? Да. Сконцентрируйся на этом ощущении. Он чешется сейчас? Сейчас нет. Ага, хорошо. Во сколько лет он у тебя начался? И сколько тебе полных лет сейчас? Сейчас 39. Так, 39, ага. Начался, ну, я не знаю, лет 5, наверное. 5 лет? Да, примерно так. Хорошо. Теперь я тебе такую задачку задам небольшую, но постарайся сделать. Сконцентрируйся на ощущениях везде, где есть псориаз сейчас. Глаза держи закрытыми для удобства работы. Значит, скажи мне, пожалуйста, он сейчас вот прямо сию секунду как-то проявляется, вот он чешется, как-то дает о себе знать? Только мы... А, прямо сейчас нет. Прямо сейчас ровно. Отлично. А теперь поехали через тело поработаем, потому что тут родовая программа, сейчас до мамы доберемся. Будь добр, скажи, мне 35 лет? Мне 35 лет. И следи за ощущениями, как себя псориаз ведет. Спокойно, ровно может быть? Да, вообще ничего никаких. Ага, скажи, мне 20 лет. Мне 20 лет. Так, как ощущения? Ну, он тогда больше, мне кажется, прогрессировал, чем сейчас. Вот, мы туда и идем. Теперь скажи, мне 10 лет. Мне 10 лет. Так, почувствуй ощущения. Ну, не знаю, веки мне сейчас трясутся в данный момент. Больше ничего. Ну да, отлично, грузимся дальше. Скажи, мне 5 лет. Мне 5 лет. Так. Переживания. Вот, отлично, это то, что нам надо. А теперь сконцентрируйся на этих переживаниях. Где они в теле находятся? В области живота, наверное. Отлично. А теперь скажи, мне 1 год. И отследи, как эти ощущения себя вести будут, эти переживания. Мне 1 год. Ага. Они усиливаются или проще становятся переживания? Усилились. Отлично, это то, что нам надо. И еще глубже грузимся. Скажи, я в животе у мамы. Я в животе у мамы. Сконцентрируйся на этих ощущениях, переживаний. Как они себя ведут? Спокойно. Безопасно. Ага, то есть в животе у мамы безопасно? Никаких вопросов? Ага, хорошо. Значит, это твоя где-то программа. Давай еще раз. Мне 1 год. Мне 1 год. Так. И поднимайте переживания. Они конкретно связаны с псориазом. Они находятся в области живота, верно? Ну да, мне так кажется. Это чувство. Да-да-да-да, все. Просто иди дальше вглубь, подсознание само все выдаст. Что за ситуация происходит там, когда тебе 1 год? Переживания относительно чего были? Отца. Так, отец. Что с ним произошло? Ну, он пил в то время. Да, с мамой. Ну, пугались. Я переживал в это время, скорее всего. Вот, отлично. Дим, смотри, чувствуешь эти переживания? Сейчас пошли. Значит, сейчас посмотри, твой отец напротив тебя пьет. Вот он сидит, стоит. Как он выглядит? Рассмотри его. Он сидит за столом, уже откуда-то пришел пьяный. Потом начинается скандал с мамой. Вот, отлично. А теперь, пожалуйста, сконцентрируйся. Как ты чувствуешь внутри себя, как тело реагирует? Вот скандал между папой и мамой идет. Что в теле происходит? В теле агрессия по отношению к отцу. И хочется еще и маму защитить. Вот, вот тебе и псориаз. То есть, ты тогда маленьким не мог это сделать. И кожа... Ну, короче, ладно, детали потом расскажу. Смотри, что мы делаем. Сейчас подойди к отцу. Вот, возьми его за руку и усади. А маму посади на диван. Она защищена. И скажи вслух прямо сейчас за мной. Мама, ты защищена. Мама, ты защищена. Все в порядке. Все в порядке. Не переживай. Не переживай, мама. И просто над мамой сейчас оставь луч божественной любви и света. Пускай он наполняет светом и любовью. А теперь к папе перемещаемся. Значит, сейчас посмотри ему в глаза и скажи, папа, я тебя вижу, слышу и чувствую. Папа, я тебя вижу, слышу и чувствую. Я пришел, чтобы сказать тебе. Я пришел, чтобы сказать тебе. Скажи, что тебе ему сказать хочется? Можно с матами. Папа, выгружай. Чтобы сказать себе, что несмотря на то, что ты сейчас делаешь с нами, я все равно тебя продолжаю любить. Нет, 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 стоп. Это все понятно. Тебе надо выместить свои чувства и эмоции. Тебе надо честно ему сказать. Скажи, папа, ты охренел бухать вообще? О, фига, ты что ты вытворяешь? С такой позиции. Тебе вот это надо выгрузить, и псориаз пройдет у тебя. Потому что ты тебе подавляешь сильно, Дим. Понял? А ну-ка, давай еще раз. Смотри на него и давай-ка объясни ему, как надо жить вообще. Отпускай. Если слезы идут, отлично, отпускай. Нет, слез нету только. Давай. Давай-давай, выговаривай. Папа, все, хватит уже. Надоело уже, видите, я каждый день таким. Страдаем мы, страдает вся семья из-за твоих этих тупых, дебильных поступков. Если не прекратишь ты, то я буду вынужден сам, вынужден с тобой бороться. Я лично сам. Но маме я в обиду никогда не дам. Отлично, умница. А теперь смотри. Отлично, красавчик. Вот. Теперь наша основная задача следующая. Посмотри, как папа отреагировал, как его образ сейчас выглядит. Ну, папа как будто бы протрезвел от этих слов. Вот, отлично. А теперь считай на тонком плане следующую информацию. Чего папе не хватало по жизни, чтобы перестать пить? Может быть, любви, уважения, денег, что угодно. А и любви, мне кажется, любви не хватало. Вот, отлично. Сейчас представь над ним луч божественной любви и света прямо с небес идет. Да. И от твоего папу сзади сейчас обнимает бабушка и дедушка, его мама и папа. И через луч наполняй его светом, любовью, дай ему уважения, спокойствия. И посмотри, просто смотри, не спеши никуда. Как его образ сейчас выглядит? Помолодел. Отлично. Отлично. Кожа старая, ну, такая уже. Нормальная. Да, нормальная кожа, да. Отлично. Улыбайся. Отлично, отлично. А теперь, Дим, смотри, что делай. Сейчас образ папы, будь добр, вот сейчас внимательно. Вот как бы обними и везде в области, где есть псориаз сейчас, вот как бы эту энергию вставь туда. То есть все, скажи внутри себя, больше нет необходимости бороться. И вот прям как будто помажь, грубо говоря, как мазью этой энергией отца, вот каждую область, где есть псориаз. Не спеши только, пожалуйста. И почувствуй, как сейчас будут ощущения. Сейчас кожа будет приходить в себя, запустится процесс самоисцеления. Я сейчас подсел. Это нормально, это хорошо. Как сейчас чувствуешь себя? Ну, нормально. Отлично, отлично. Очень хорошо. Теперь давай дальше продолжим. Смотри, мама на диване сидит под лучом. Что тебе маме хочется сказать? Скажи, например, так, мама, ты в полной безопасности, все хорошо. Ну да, как раз это и хотел сказать, что мама, ты защищена. Теперь тебя больше никто не будет обижать. У тебя есть я, у тебя есть брат, сестра. Мы все очень сильно любим. Отлично. Ты заслужила гораздо лучшей жизни. Скажи, ты можешь быть полностью спокойным? Теперь ты, мама, полностью спокойным. И посмотри, где у мамы Псариас был. Вот эти вот, соответственно, места. И скажи так, я призываю Архангела Рафаила. Я призываю Архангела Рафаила. Дорогой мой, так и скажи, дорогой мой. Дорогой мой. Я прошу исцели маму и меня, и Псариас. Я прошу исцели маму и меня. Меня и Псариас. И Псариас. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Это сделано, сделано, сделано. Прояви. Это сделано, сделано, сделано. Прояви. Все. Сейчас, пожалуйста, посмотри, как пойдет работа. Сейчас, соответственно, Архангел Рафаил изумрудным зеленым потоком будет воздействовать на твои места, которые подвержены Дабсариазу и Мамины. И отдайся просто ощущениям, максимально расслабься. Все хорошо идет. Сейчас идет тонкоматериальная операция энергоинформационная. Как чувствуешь себя? Все в порядке? Да, вечно становится. Все, отлично. Можешь потихоньку возвращаться здесь и сейчас. Операция пускай продолжается. Все в порядке. А теперь перейдем немножко к деталям. То есть смотри, мы просто очень много с дерматиками и цариазами работали. То есть вот эта невымещенная агрессия, помнишь, о которой ты говорил в отношении папы. То есть ты даже сразу начал ему говорить, несмотря на это, я тебя все равно люблю. Да какого фига? Он поступает, ну давайте прямо говорить, как козел вообще. Нельзя бухать вот так вот и еще и на маму бросаться, драки устраивать. И вот это вот все нужно честно проговаривать. Ну то есть не делать, да. Мы как бы с вами, ну с кем-то давно, с кем-то недавно. Я просто объясню фишку. Я не отлетевший там какой-то там в духовности сидящий. Я понимаю, что если человек косячит, делает дурь, его надо на место оставить, отстоять свои границы. Тогда у вас никогда не будет проблем с кожей. Потому что кожа это нежелание с чем-то соприкасаться. То есть я приведу пример. Мы работали с мужчиной. У него был цариаз на руках, очень сильный. Знаете, что случилось, какая ситуация? Он увидел, как его жена ему изменяет в его машине. Вот. С другим мужиком. И он хотел эту машину облить бензином, но не сделал это и сдержался. То есть вся эта негативная энергия в руки ушла. И цариаз пошел по рукам. Поняли? Вот и все. То есть вот так вот это происходит. То же самое смотри. Исцелишь себя сейчас от цариаза, да, от вот этого вот неприятия отца, от агрессии. То есть вот если у тебя есть агрессия излишняя, старайся от нее избавляться через честность. То есть признавать ее и говорить, да, блин, тут я агрессивничаю, тут вы меня бесите, тут вы меня раздражаете. Честно это высказывать. Не держи это в себе. То есть не надо. Вот. Не держи это в себе. То есть не надо быть хорошим для всех. Если кто-то, грубо выразительно, хероню делает, надо ему на это указать, нос ему туда опустить и сказать, все, нельзя так делать со мной. Это нормально. Это проявление любви к себе тоже, ребята. Отстаивание своих границ. Это не просто естественно и нормально. Это круто и хорошо. Вы перестанете болеть. Потому что если ты внутри себя что-то сдерживаешь, на тебе псориаз. Только ты сейчас то, о чем я сказал, все перестроишь внутренне, особенно с точки зрения мировоззрения, у подсознания не будет надобности финансировать эту болезнь. И она уйдет сама по себе. Ты увидишь это. Но тебе надо действовать. То есть чувствуешь, что ты где-то сдержался. Все, ты не сдерживаешься. Ты выговариваешь честно, открыто и позволяешь себе это. Без всяких сдерживаний. Все пройдет. Благодарю. Да, и я тебя рад был слышать. Так, ребята, поехали дальше работать. Значит, у кого есть еще какие-то вопросы, милости прошу, задавайте. Если, ага, так, Оля, давай, Оля, прошу, включай всегда микрофон, поехали. То у тебя там раздражение в медитациях, да, поднимается. Рассказывай. Привет, Дим. Привет. Слушай, ну у меня прям такое состояние, прям какое-то отчаяние, что ли, наступило. Так, почему? Ну такая ситуация, как бы вот сначала вроде начала прорабатывать. Ну слушай, в медитации, как бы вроде как какой-то эффект был, у меня прям какое-то прям облегчение. Но когда прорабатываю вот поток из земли, да, энергия, у меня доходит, я чувствую прям доходит до колен, и дальше все не чувствую. Особенно что касается вот низ живота и затылочная часть, я ее не чувствую. То есть что касается тела полностью, я энергию не чувствую. Вот прям вот стопы, до колен дошло, и все. Ну я понял, я знаю, что там у тебя находится, знаю, почему так. Вот, но не хочу тебе говорить, потому что не хочу, чтобы ты подпитывала того, кто там воронку тебе ставит. Ну я, по-моему, уже наподпитывала, да, потому что раньше у меня проблем с этим не было, просто у меня были ряд проблем каких-то вот в моей жизни, да, и я как бы, ну, своими переживаниями, мыслями, как вот еще больше себя в тупик загнала, я не могу вывести из этого состояния. И вот, сейчас даже вот, ну, не хотелось мне поднимать руку, да, потому что у меня такое раздражение идет, да, что, ну, как, что, ну, прям не хочу вот такое вот состояние. И как я уже написала там, как бы, прорабатываю, да, с Девой Марией, ну, медитацию делала, и вот с Архангелами, да. Так, давай промази, стой, смотри, у нас Каша сейчас какая-то непонятная. Какова цель, что хочешь? Ну, во-первых, как бы, мне хочется разобраться вот с этими блоками, да, которые вот, как бы, мне не дают... Ну, разобраться с ними, это что значит? Это значит делать действия на физике, которые будут противоположны этим блокам. Это в первую очередь. Ты на физике что делаешь? Ну, конкретно, медитации, ребята, это временные костыли. Поработали, помедитировали, дальше пошли. Давай, что за блоки, что ты делаешь на физике, чтобы их устранить? Ну, вот, простейший пример, да, вот мы с Димой поработали. Ему нужно выгружать эмоции из себя все. Ну, то есть быть честным и говорить об этом. Что у тебя, какие блоки конкретно? Ну, у меня, как бы, страхи сейчас по поводу, вот, то, что я уже, ну, говорила в прошлый раз, неопределенность, как бы, у меня, просто мне нужно съезжать с квартиры, где я живу. Да-да, я помню. Я другого не нашла, ничего еще. То есть я, ну, как бы, ну, обзваниваю, то есть ищу на сайтах везде какого-то жилья. Стоп, стоп, стоп. Значит, смотри, как этот страх преодолеть неопределенности? Создать условия, чтобы была определенность? Ну, это уже твои задачи. То есть, вот, как ты и сказала, я обзваниваю, все делаю, все понятно. Ну, ты этот страх иначе не преодолеешь. Давай дальше, какие еще блоки? Ну, вот, в данный момент у меня, как бы, наверное, скорее всего, вот, именно в данный момент у меня, именно вот эта меня ситуация, она мне не дает расслабиться. Ну, с квартирой? Да. Ну, все, значит, ты просто предлагаешь... Неопределенность. Да, и вот у меня такое, ну, ощущение, что вот как будто вот, ну, против меня все идет, как закрываются дороги, вот это вот. Вот, и у меня вот пришло, я вот анализировала, да, у меня пришло такая информация, вот, то есть, и вот эти вот ситуации аналогичные, они повторяются, я чувствую себя, как брошенной, что ли, как, не знаю, какой-то вот одинокой, брошенной, да, вот, я не знаю, какой, как объяснить. То есть, у меня была такая ситуация, то есть, у моей мамы, когда я была маленькая, была аналогичная ситуация, я хорошо помню. Она поругалась с родителями, уехала и... А, подожди, вот, что ты... Чего ты хочешь? Я не могу понять, реально. Я хочу выйти из этой ситуации. Так, ну, хорошо, ты хочешь выйти из этой ситуации. Я хочу выйти из этой ситуации, да, я хочу именно вот... Ну, так и что надо делать, чтобы из нее выйти? Ну, я как бы еще выходы. У меня это просто такое обеспечивание, что я как бы не... Не вижу вообще ничего. То есть, если я, ага, вот, ага, пойду туда, да, например, образно говоря. Ну, нет, нам не надо образно говоря, нам надо конкретика. Я вообще не слышу конкретики. Тебе надо, ну, с квартиры съехать. Ну, бери, съезжай, ищи другую. Я еще не знаю, ничего подходящего нет. Ну, хорошо, значит, найдется в свое время. Значит, ты пока не готова просто к тому, чтобы подходящее нашлось. Да, а мне нужно вот уже буквально вот, мне нужно съезжать. Как бы люди продают дом, и мне нужно съехать оттуда. Я понимаю, что вот эта ситуация и меня специально создана для меня, чтобы я, ну, как бы... Двигалась. Ты залипла очень сильно. Да, да. Ну, так и что? Я никак не могу понять проблемы. Значит, ищи просто квартиру, съезжай, все. Ну, уходи от своей стабильности. У тебя сильная зацепка за... Что за прикол, вообще не понял. Это проблема с квартиры съехать какая-то? Ну, взяла ты и съехала. Что там, мусолит-то эту тему? Как бы я даже, ну, я просто, ну, запуталась. Как бы у меня... У меня здесь, как бы, такой своего рода бизнес. Находится именно в этом месте. Ну, значит, тебе надо расширяться, снимать одну квартиру и другое помещение под бизнес, наверное, и все. Ничего ты не запуталась. Ты просто очень нерешительная. Тебе надо брать и решения в жизни принимать потихоньку. Первое решение должно быть это начать заняться прогулками, спортом, с питанием, поработать. Это первое решение относительно тела. Ну, их каждый человек должен взять. Это понятно, это естественно. А дальше ты должна быть просто уверена в том, куда ты идешь. Чтобы быть уверенной в том, куда ты идешь, нужно принять решение, получить результат. Принять решение, получить результат. Чуть залипла с этой квартирой-то, с этим бизнесом, и прям куралесишься там. Ничего сложного. Просто позволь себе легкость и все. Хочешь, залипни, ну и страдай, мучаешься. Чуть ты мучаешься, страдаешь, вообще не понимаешься. Ну вот как-то у меня Последнее время вот такое вот, что я Ну ты понимаешь, что ты сама Себе накрутила, короче, не хочешь принимать Решения и что-то выдумываешь Дальше себе Не могу вообще найти То, что я хочу Можешь Да, вот я вот вроде бы Вроде бы как туда Я не хочу, туда я не хочу Какое-то вот у меня стоит как вот Невозможно, невозможно Вот эта вот ситуация такая сейчас И вот у меня стоит Вот невозможно в голове Хорошо, смотри, тогда я тебе рекомендую Просто помолись, спокойно посиди И обрисуй себе, что ты хочешь, реально То есть возьми дневник, заведи какой-нибудь Или на листе бумаги, напиши, что ты хочешь Вообще, конкретно, какую квартиру В каком районе, каких соседей Опиши все детально, максимально Где ты будешь чувствовать себя хорошо и свое состояние Прямо сядь и займись этим Напиши себе сочинение о моей будущей квартире И вполне вероятно, что она будет Намного лучше, нежели тот вариант В котором ты сейчас живешь Но ты что-то подзалипла Как бы вообще Ну, не знаю Ну, не знаю Просто с моим уровнем Как бы энергетики и развития Я бы, наверное, 100 квартир За день нашел бы других И уже 50 раз бы съехал в разные из них Ну, какая-то странная проблема Если честно Вот, поэтому Дим, еще вот такой вопрос Как бы изначально Да Вот я То есть пытаюсь медитировать Ну, образно говоря Вот там С Дивой Марией Да И у меня Я не вижу вот Белого света Да Я вижу вот Как вроде Низ подол Подол Вот одеяние Платье Да Нижнюю часть Лица вообще не вижу Я не уверена Что я именно Вхожу в контакт Именно с Дивой Марией На том моменте Где нужно Ну, как Принять ее Ну, как К себе, да Вот Да, обнять ее Обнять, да Ты не можешь У меня именно страх Я не уверена Что это именно Она То есть как Да, у тебя правильный страх У тебя правильный страх Потому что ты напичкала Сама себя Какими-то Низковибрационными мыслями Неуверенностью Переживаниями Какими-то страданиями Унынием Отчаянием Какими-то вообще Просто глупостями Относительно того Что у тебя руки Женоги есть Ты же дышишь Ну и все Дальше ты действовать можешь И естественно У тебя страх Потому что тебе Под все твои мысли Эмоции и чувства Под твое состояние Приходят такие же жители Которые на этих эмоциях И чувствах И состояниях Вибрируют Поэтому не делай Никакие медитации Первое, что тебе нужно сделать Вообще в целом Это заняться собой Своей физикой Набраться уверенности Второе Ну, это я вообще Каждому рекомендую Это, конечно Пройти перезагрузку Чистку от всего этого То есть почему ты не чувствуешь Верхние части тела Это как раз таки Та самая причина По которой там есть воронка И она с тебя вот так вот Стягивает и стягивает И стягивает И все А Дилу Марию Ты не можешь на нее настроиться Ты вибрационно настолько Ну, внезап находишься Что капец Поэтому используй пока Во-первых, молитвы Во-вторых, займись Как ты физикой, пожалуйста То есть если есть лишний вес Скинь его Если ты, допустим Спортом не занимаешься Займись Вы понимаете, что спортом Дает эндорфин Он дает уверенность в себе Если вы им не занимаетесь Каких вы результатов хотите Да в любой, блин, сфере жизни Я вообще этого не понимаю Ну, это невозможно Если вы нихрена не делаете На физике Я физически Как бы очень развита Я активно двигаюсь Как бы Я У меня собаки Я как бы А что ты залипла тогда В эти какие-то отчаяния Уныние Ну, вообще Чего вдруг Объясни мне Вот я не понимаю То, что тебе съехать надо Отчаяние и уныние Возьми ты сеть И все Ты мусолишь эту тему Ну, у меня такая ситуация Как бы, что вот Я Ну, я уже рассказывала В прошлый раз Я вот нахожусь в Италии Да А мне нужно То есть Как бы здесь Так Условия такие сейчас Что Ну, нет возможности Заниматься тем Чем я занимаюсь Очень сложно И плюс Как у меня Вот как все пошло Буквально Вот Получается Я два года назад Была в России Пошла в церковь Подошла к Николаю Годнику И попросила мне Помочь Помочь мне Принять решение Остаться в Италии Или переехать в Россию Буквально я возвращаюсь Из России Буквально через Несколько дней У нас Приезжает Проверка И мне закрывают Деятельность Вот Я это приняла Как То, что Меня закрывают И мне нужно Переехать Ну, да Помнишь, я говорил Основные трансформации У людей Через что идут Разводы Переезды Да И уход с работы С какой-то И так далее Это нормально Ну, как бы Просто вот тебе и ответ Двигайся Переезжай тогда Вот ты поэтому Я начала Все Принимать На переезд Сначала пробовала Там Перелетами Самолетами У меня все Закрывалось Потом я Наняла машину Как бы У меня машина Практически Доехала до меня Закрывается Дорога Просто вот До смешного Я на тот момент Как бы Я сделала Несколько попыток Оль Смотри, стой У тебя ситуация Ты в жертве находишься Машина не доехала Самолеты не долетели Ты сама Внутри себя Не решила Чего ты хочешь Вот поэтому Ситуации так и складываются Нету такой силы В этом мире Которая могла бы Остановить человека Который намерен Что-то сделать Потому что у каждого из нас Есть божественная искра Мы творцы Со-творцы То есть Бог через каждого из нас Проживает ту или иную реальность Понимаешь То есть Кто-то через темную проживает В виде ходит там Унывает Что-то отчаивается Там туда-сюда Потом еще больше болеет Еще больше жопа с деньгами Начинается Еще хуже условия жизненные Формируются И все А кто-то просто Вопреки всему Берет, радуется Благодарит за то, что есть И двигается туда Куда хочет потихоньку Не позволяя никому себя обижать Без всяких подавлений И самое главное Будучи честным С самим собой Ну признайся себе Ты сама не решила Чего ты хочешь Вот и все Вот тебе С самолетами И с машинами ситуация Вот ты решишь Сейчас обратно На тот момент Когда я Я как бы четко приняла решение Что я переезжаю Ну Видимо не до конца четко Видимо не было единства Души и разума То есть это непосредственно Вот Именно непосредственно Вот только из моей головы Да Правильно понимаю Смотри Обязательно Вот запись выйдет у нас Да Вот наших разборов Сегодняшних Обязательно просто Послушай себя со стороны Потом Хорошо Я наверное обрагаюсь Я вот настолько Не принимаю себя Я прям жутко ненавижу Вот себя переслушивать Пересматривать Ну Я тебя прошу Я тебя прошу Хватит во-первых Себя гнобить Во-вторых Переслушай Просто И послушай Да Как устроена речь Какие-то там слова Говоришь И какие-то моменты Просто послушай Это Там все ключи есть Ты все поймешь Чтобы я сейчас Не был многословен И мог уделить внимание Ну как бы дальше Участникам Да Хорошо Так Дальше поехали Значит Оля Щербина Прошу Включай в себя микрофон Олечка Ну ты уже участвовала Ты знаешь Как Соответственно Включать микрофон Хорошо Смотри Тогда Ольга Иволга Да Прошу Включай микрофон У нас две Оли Сейчас Можно желание Загадывать Ну а пока Девчонки Микрофон включают Ага Оля включила Оль Говори Прошу Слышно Димочка Просто на работе Не очень удобно Но очень Возник вопрос Вчера Ситуация такая Я была маленькая Во сне Приходила Такая мадам Ну Белым С черными волосиками Она Я честно говоря Очень долго думала Что это типа Ангел-хранитель Потому что Она сказала Не бойся Я с тобой Вот Но как бы Знаешь Я так все это Отпустила Вроде бы Успокоилась Нормально А тут Когда вот Стала тебя слушать И рассказывать Своему ребенку В плане того Что ей уже скоро 18 Через полгода Она говорит Мамочка Ты знаешь Я тебе просто тоже Боялась рассказывать Она говорит Эта мадам Приходит ко мне Я такая В смысле Вот Она говорит Первый раз Она приходила Просто стояла Смотрела Потом подошла В лицо Посмотрела И исчезла Второй раз Она приходила С ребенком Держала за руку А вот вчера Ей приснился сон Она говорит Я иду А этому дам Но она говорит Я сначала Не видела Потому что Когда оборачивалась Она говорит Как будто По снегу Идут шаги Такие приближаются Она говорит Я раз обернулась Нету Два обернулась Нету Три Хоп Стоит Вот И Она говорит Меня как будто бы Обняла Алло Как будто бы Обняла В себя Знаешь Вот так вот Затащила И начала показывать Ей картинки Как будто бы Она у меня в животе Потом Она говорит Уже поменьше Где-то за деревом Она стояла Потом она приблизилась И в итоге Она говорит Там раз Передо мной опять стоит И исчезла Она говорит Я вниз голову отпускаю Там лежит бумажка Знаешь Что написано Сейчас я записала Я не дам тебе Потерять себя Вот Ну я как бы К тому что Ко всему Подселенцам Сейчас немножечко По-другому Стала относиться Перестала их бояться Но понимаю Что от них Надо избавляться Но Знаешь Я вот К чему Вопрос Она Это моя Мадам У нее Да Да Это неупокойная Вот Это неупокойная Она к вам приходит Просто вот и все Ну это наша родовая Ну от тебя просто Переходит к девочке Да и ходит Тебе надо с ней разобраться То есть понять Чего она вообще хочет Чего она приходит Ну поболтай с ней Просто Я ее уже не видела Понимаешь Дим Мне было наверное Лет 14 И это получается Что мне надо Сейчас самой вернуться И как бы ее позвать Ну ты же вот Пока с дочкой О ней говоришь Она ведь присоединяется Ты ведь ее видишь Правильно Вот Ну то есть Только мурашками Дим Только вот Визуально нет Ну мурашки Правильно Все верно Соответственно Эти мурашки Это признак того То что вот она В своем поле Это я поняла Она ей может навредить Вот именно Вот что мне сейчас Я должна у нее Выспросить все это И ее как-то отпустить Или она Не вредит Потому что она Добрые такие слова Понимаешь Рассказывает Ну как бы Я помогу Я с вами Там знаешь Вот в этом плане Я сначала думаю Может это какая-нибудь Родовая мадам Дело не в том Вы знаете Вот некоторые слышат Слово родовая И у них прям Дух перехватывает ДК разница Напрочь родовая Она там не родовая Дело вообще не в том То есть неупокойная Приходит под определенные вибрации Данная неупокойная Имеет под собой Какого-то ребенка С которым она приходит То есть судя по всему С ее ребенком Что-то при жизни случилось И твоя задача С ней пообщаться Понять что она приходит Что с ребенком случилось А дальше попросить Деву Марию Перевести ее На тот уровень На который она заслужила Вот и все Димочка еще один вопрос Я ее себе сама подзываю Или мне надо Просто моя дочь Должна быть уже Совершеннолетняя Вот сейчас Как бы она получается Уже взрослая Или она должна с ней работать Или без разницы Работай Ты с ней поработай Ты можешь взять Дочку посадить Вы можете вдвоем Как бы с дочкой Пообщаться с ней И все И дочка может считать ответы И ты То есть смотрите Тонкоматериальный мир Он ну не агрессивный Если вы вот как бы Не боитесь Понимаете Если вы вот Трясетесь как холодец Перед хозяином Который холодильник открыл Конечно они вас будут там Запугивать И проявляться негативно Если вы понимаете Да Есть неупокойные духи Есть там бесы Демоны Черти там Все они приходят Под определенные вибрации Но они приходят Чтобы нашу душу Ограничить И сделать нас богами Чтобы мы Совсем иначе Вообще мыслили Совсем иначе думали Чтобы мы распоряжались Жизнью совсем иначе Вот для чего они приходят Они наши темные учителя И все Понимаешь Просто то Чем ты меня спрашиваешь Это целый курс Академии управления Подсознанием Ступень номер два Вот Это работа с неупокойными духами Там с магией Там с нижней чисто То есть с космическими То есть как бы Это отдельная закрытая Большая информация Поэтому я тебе говорю Да вот вопрос Как сейчас с этим жить Да очень Да не надо с этим жить Вообще Я понимаю Если неупокойная Приходит Она что-то хочет Может быть она хочет Чтобы ты пошла К ней на кладбище Может быть свечку За нее поставила Да что угодно Может быть перевела ее На другой уровень Поэтому когда ты ее видишь Скажи так Призываю Деву Марию Дева Мария Дорогая моя Помоги Перевести данную Неупокойную На тот уровень На который ей нужен Помоги в ее деле Благодарю И все У людей К сожалению Ну не к сожалению Есть как есть Знаний нету Обо всем Об этом Вот люди И ходят Подожди Димочка Я очень постараюсь К тебе в обозе Поучиться Я просто еще не очень готова До стараюсь Я не призываю У меня учиться Потому что У меня как бы Ну Когда учатся люди Они уже Вообще другими становятся Вот Всему свое время А можно еще маленький вопрос Как маленькая Вот сейчас у меня Ей 9 лет Как мне ей донести Что не надо этого бояться Какое-то может быть Словечко подскажешь Никак Ты должна культивировать В ней понимание того Что у нее есть Ангел-хранитель Ангел-наставник И они всегда рядом Всегда помогают И защищают Все Вот на этом Вот просто как бы Я это все проговариваю Про нашего Боженьку Всегда Ну как бы Я стараюсь ее не запугивать Но смысл в том Что как бы Она начинает спрашивать Да там вот Про всех вот этих вот Подселение Там она же все же видит Что мама там Как-то это самое Медитирует Там что-то видит Я понял Ну смотри Чтобы не запугать Ты так Да чтобы не запугать Сама не бойся Чтобы Возьми купи Фигурку ангелов Или там Может быть Картину с ангелами Да Или Ну вот иконы Я ребята честно вам скажу Вот да Я не очень люблю иконы Потому что там они все мрачными Какими-то изображены Какими-то грустными Ангелы вообще так не выглядят Они улыбаются Хохочут Постоянно пляшут Постоянно поют Как бы Понимаете Они вот это вот сидят Жизнь плохая Будьте там Мучениками Я не хочу ничьи Религиозные чувства задеть Но Вот эти канонические изображения Я не котирую В своем мире Как бы Поэтому Если есть веселые ангелочки Какие-то Закажи их Поставь рядом с Тумбочкой Где дочка спит И скажи Вот твой ангел Он всегда рядом Он защитит И все Благодарю тебя Димочка Спасибо тебе огромное Да Во благо Я всегда Главное Ребята Делайте просто Все Что мы проговариваем И поехали дальше Значит Теперь Оля Щербина Значит Оля Щербина Прошу Олечка Включай в себе микрофон Ты там вроде Уже сообразил Как его включать Давай Потом дальше Натали у нас будет Димочка Слышно меня? Да Смотри У меня Быстрый Очень быстрый Вопрос Муж Почему-то Стал очень реагировать Когда я иду В парикмахерскую На маникюр Вот-вот Тратишь деньги Это я правильно В чем-то Стала себя Прижимать И отказывать И себе А вот он Как зеркалит меня Или тут еще Где-то Что-то глубже Покопать Ну Помнишь Мы в самом начале Говорили Вот даже Был посоветован Соответственно Светой У нас Курс Гейша Да Помнишь? Да Выкинь Деньги Только в том случае Если ему Не по кайфу Со своей женщиной Вот и все Поэтому обрати На это внимание И Как бы Это ненормальная Вообще тема Что муж тебе Не дает На какие-то там Ну свои моменты Медические Я-то особо Не спрашиваю Ну мне неприятно Это слышать Что я говорю А ты же знаешь Да Чем больше Ты денег тратишь На свою любимую Жену И женщину Тем больше Говорю В семью Идут деньги Ну Да Но при условии Если как бы Мужчине с вами Ну понимаете В кайф Не при условии Что вы там Каждой своей жизнью Живете Занимаетесь Своими Какими-то Отдельными делами Он там Должен На вас Только Много денег Тратить Это тоже Бред И категоричность Вот и все Вам в паре Должно быть хорошо Ну по мужчинам Говорю прямо Сколько я много С бизнесменами Именно работаю Да То это Однозначно Вот такая вот Ситуация Где Если вам С вашей женщиной Хорошо Вы будете Тратить на нее Деньги В удовольствие Если у вас Какие-то напряги Непроговоренности Вы не будете Хотеть давать ей денег Вам это будет Не в кайф Все очень просто Я поняла Да Благодарю Дим Все Да Давай Олечка Рад тебя слышать Поэтому Находите Общие языки Компромиссы Так Натали Прошу Натали Включай у себя Микрофон У тебя сердечко Потом твое имя Потом огонек Знак бесконечности И еще один огонек И давай мы с тобой Пообщаемся И как раз таки На сегодня Разборы Пока закончим Думаю Достаточно информации Итак Слушай Прошу Добрый день Деньги Я у вас Первый раз Дим У меня год уже Ревматизм И стол И колен И он начал развиваться Я уже поняла В чем Вообще Это все У меня идет Потому что У меня муж Очень хотел Чтоб я вставала Очень рано В 4 утра Его поднимала На работу Готовила завтрак Ну как бы Жены Обязанность Вот И он переложил На меня Эту ответственность Что если я там Чуть проспала Ты мне не разбудила Вовремя Ну и так далее Вот И я уже ему сказала Что я больше Этого делать Не буду Я этим заниматься Не буду Я не хочу Я не понимаю Зачем мне Это делать Ты взрослый У тебя две руки Две ноги Ты можешь Это все как бы Сделать И у меня Проходит время У меня начинают Болеть ноги И я просто Слегаю Я Просто у меня Эти боли И я Год Вот у меня Никак не могли Поставить диагноз Буквально Месяц назад Поставили диагноз Ну Наташенька Правильно я говорю Наташенька Или Натали Вот Да Смотри Не хочешь Перестанешь это делать И естественно Весь этот Травматизм Пройдет Потому что Все эти диагнозы Это до одного места Это ребята Все Какой бы диагноз Не был Просто Есть дисбаланс Какой-то То есть вы делаете То чего вы не хотите Вы не кайфуете от жизни Вы не получаете удовольствие От того что вы делаете Натя болезни Ну то есть Это с какого вообще фига Вы делаете то что вы не хотите Вы ради этого Рожались на эту планету Чтобы быть тут несчастливым Или тут чтобы Терпеть что-то И так далее А через болезни Бог показывает То есть То что Бог лечит знанием Вот у тебя есть знание Пожалуйста Перестань делать то что ты не хочешь И все пройдет Ну то есть Я так понимаю Знаешь Пришлось что у меня Как программа Как на уничтожение Потому что у меня В детстве Я в годик упала со стула У меня нарушилась речь Я вообще Не то что речь Я вообще не разговаривала Просто Не разговаривала У меня там родители Туда-сюда Потому что Я в травмах была Потом в пять лет Я упала вообще В кастрюлю С кипятком С томатным соком Варилась там Понимаешь Потом у меня герпесы То у меня черепки Но с герпесами Я уже поняла Стоп Значит смотри Цель какая у тебя Чего хочешь Наташа Я хочу исцелиться Я хочу убрать программу И я просто Всегда как мучаюсь Я не хочу Смотри Стой У тебя идет комплекс жертвы И ты перекладываешь Как бы на некую Эфемерную программу Ответственность Перестань это делать То есть Бог с этой программой Есть и есть Разотождествись с ней Есть программа Да Привет программа Окей Я как бы отдельно Вот ты тут Ты в центре И вот от твоего состояния Твоих решений Зависит у тебя Пройдут ли все болезни Будешь ли ты делать То что ты хочешь И жить в ладу с собой С внутренним богом Своим Да С богиней И в первую очередь С чего все начинается Тело Займись телом Ну мы об этом сегодня Вот все проговаривали Тысячу раз Дима Я уже за год похудела На 30 килограмм И питание И в голоди была Я 21 Этот день Я уже этим всем занимаюсь Просто то что У меня ревматистка Вол ноги И я вот Например Где-то с июля Вот месяц У меня вообще Просто я не могла Двигаться Просто Движение Скованное Я не могла Встать Это какой-то Был Дресс Ну Все очень очевидно Как бы Ну даже чересчур Очевидно Поэтому Просто действуй В направлении того Чего тебе хочется И все Все будет хорошо Ну то есть Не делай это Не вставай в 4 утра Не нравится с мужем Вот такое общение Убери его Значит это общение Проговори с ним Все Как есть Ну и так далее Он мне не хочет Понимать Это все в своей голове Я говорю Да Это в моей голове Потому что я не буду Это сделать Ну тогда Не страдай дальше Ревматизмом И все Как бы все Крайне просто Вот так вот Больше ничего Не могу посоветовать Здесь Ты либо меняешь Своё мировоззрение Меняешь действия И не делаешь их То есть Те действия Которые тебе не нравятся Либо страдаешь От заболеваний Вот и все Дима Знаешь что такое У меня муж всегда Вот с работой Знаешь У меня было такое Там я родила Младшую дочку И он очень Мне предложили работу Я сама парикмахер И мне предложили работу Как бы в другом городе Скажем так Это море было Я в Одессе жила Приложили в Куортное Это моя подруга Открыла салон Я не хотела Оставлять ребенка Ну как бы Для меня Я говорю Ну как я оставлю Ребенку три года Я оставлю И уеду И вот он мне Прямо аж ножками стучал А я его послушала Я уезжаю Я уезжаю У меня ребенок Перестает говорить Я смотрела Он просто начал Плохо говорить Вот И потом я После вот этой работы У меня герпес На лице Я мучаюсь У меня просто Такое Я думала Я уже всеми попрощала Думала Что меня уже не видят Потом Получилось Военные действия То что у нас там происходит И мне приходится Уезжать в Польшу Потому что муж уже был В Польше Старшая дочь И он мне Опять с этой работы Я еще Еще в Болгарии Нахожусь Еще и еду Он мне говорит Тебя уже На работу Там Как писать Я говорю Дай мне доехать Я еще не приехала Я еще не знаю И у меня на лице Начинается Этот Клещ У меня очень поражение Бало кожи Излечилось Он когда мне Я говорю Слушай Перестань мне с этой работы Я знаю Сама Как мне делать Ты мне начинаешь Я начинаю болеть Прямо Как это Издимается Только говорит о работе У меня сразу Что-то Просто Вот Я даже не знаю Что можно сказать Тут По-моему Все крайне очевидно Мы все проговаривали Сегодня в разбор То есть Что дальше Что хочется Понятнее Все твои проблемы Наташа Они Очень очевидны И очень понятны Еще раз повторяю Мы все проговаривали Сегодня То есть Давай подытожим Делаешь То что ты хочешь То что тебе нравится То что тебе в удовольствие Ты не будешь болеть Ну все будет хорошо Если вы с мужем Не можете договориться Вам надо учиться договариваться Иначе у вас какая-то Странная пара Ты вставай в 4 утра Делай там Меня буди Ну не знаю Какой-то Честно говоря Просто цирк Я такой Первый раз в жизни Вообще слышу Ну опять же У всех все по-разному бывает Вот Ну в принципе Все остальное Я думаю понятно Вот Хорошо Ребята Благодарю Тебе очень приятно Было знакомство И пообщаться Да И мне тоже Просто ну Как-то Не знаю Как-то начинай жить В соответствии Да С тем Что тебе нравится И так далее Я уже начала жить Я уже делаю то Что я хочу Я уже проработала Я уже чуть-чуть Начинаю в этом Все понимать Только Только не залипай В гордыню И все И все будет отлично Знаешь Все вот любят Это слово Проработала Я его не люблю То есть Что такое проработать Это начать спокойно К чему-то относиться Приняв Дуальное явление То есть Это явление Может быть и плохим Может быть и хорошим А может быть вот тут То есть Мы по сути сами Своими словами Мыслями И определениями Даем проклятие Тем или иным вещам Ну условно Этот человек Очень плохой Вот он козел То есть все Прокляли человека Просто потому что Вы работаете с той его стороной Где он плохой По отношению к кому-то Он же добрый Ну понимаете Вот и все Все элементарно Поэтому Как мыслите То и получайте Хорошо Давайте мы еще Светой Вот пообщаемся Светой Да И все И будем завершать Свет Привет Прошу Включай у себя микрофон Рассказывай Что у тебя за ситуация У тебя знак рейки Такой На аватарке Здравствуйте Привет Меня слышно Хорошо Да Да Свет Я тебя слышу Прошу Рассказывай У меня Сначала Я не сначала Я не сначала Не сначала Ладно Давай разберемся Смотри Вот более 10 лет Пролактин повышенный То есть ты Соответственно находишься В отсутствии Ну то есть Что такое гормон Пролактин Давай ты расскажи Ну он препятствует Зачатию Он препятствует Зачатию Почему То есть Что он повышает Когда он повышается Вообще Ну он не всегда повышен Но он вообще повышен При беременности Он повышен При беременности Пролактин повышен То есть это гормон Какой? женский, по сути дела. Ты какой человек вообще? Решительный или не очень решительный? Скажем, не очень решительный. Ну, вот тебе и пролактин 10 лет. Начнешь принимать решения, нести за них ответственность, возьмешь на себя немножко более таких решительных функций, где ты за свою жизнь принимаешь решения. С пролактином все наладится. Дальше давай по миоме эндометриозу разберемся. Ребята, я это почему говорю? Я вам объясню. Сегодня только вышло у меня там видео, которое называется нужны ли БАДы. Вы должны понять, что наше тело вырабатывает вообще все необходимые микроэлементы. Иначе объясните мне, вот человек голодает, да, 30 дней. Как он же живет? Ему же нужны микроэлементы, ему же нужны макроэлементы, ему же нужны все витамины. Да я не спорю, ради бога. Но тело вырабатывает все при внутренней с внешним гармонии. Потому что все гармоны, гармоны, да, откуда слово пошло? От гармонии. Гармония-гармоны. Если вы в гармонии с собой живете, у вас, ну, не будет болезни, вы себя хорошо чувствовать будете. Давай по МИОМе поехали. Значит, 9 лет назад она началась? Да. Что ты 9 лет терпишь? Объясни мне. Не знаю. Ну, я была замужем, он пил, мы развелись. Дальше. Но МИОМа до сих пор? МИОМа через 4 месяца после развода образовалась. Не знаю, связано с этим, нет. Ну, я делала медитацию, разговор с болезнью. И? Мне там показало, что у меня был страх забеременеть от МИОМа. Так. Был страх забеременеть от него. Ну, вот и МИОМа. Вот она заблокировала. Вот. То есть, этот страх надо убирать. То есть, давай теперь копнем в него, хорошо? Там же не страх, что ты хотел забеременеть. Там страх за другое. Давай разберем за что. Вот ты забеременела от него. И что дальше происходит? Пустота. Вот что это за пустота? Давай ее конкретизируем. То есть, ты находишься с ребенком, да? Ребенок родился. Он обеспечен, не обеспечен. Вы на улицу попадаете. Вот в чем там самый блок страх? Вот что там? Там какой-то страх, потому что он пил, может, с этим связано. Да, конечно. Но то, что он пил, это понятно, что с этим связано. Но мне нужна ты сейчас. То есть, смотри, он пьет, ты от него забеременела. Давай дальше цепочку развивать. Что там происходит страшного самого? Ну, не могу понять. Можешь. Голова начинает болеть. Голова начинает болеть. Ну, правильно. Там мысли определенные, которые ты почему-то сдерживаешь. Смотри, вот он пьет, ты от него родила. Так? Что дальше происходит с тобой и с ребенком? Смоделируй просто ситуацию. Мне перед другими неудобно, что я от него родила. Ну, вот. Перед кем конкретно тебе неудобно? Кто эти другие? Перед родителями. Перед родителями. Вот тебе зависимость от чужого мнения. О ней очень много мы говорили. Так. То есть, смотри, вот первое, что возникло. А от кого из родителей, вот от кого, да? Просто я с миомами, ребята, очень много работал. Все исцеляются. Но только вот надо сделать то, что я скажу. Как правило, это неприятно. Ну, приходится ломать то, в чем вы живете. Потому что то, в чем вы живете, оно включает в себя эндометриоз и миому. Ну, теперь давай так. Значит, перед кем конкретно? Перед мамой или перед папой стыдно? Перед мамой. Что у тебя за отношения с ней? Она тебя подавляет, рассказывает тебе, как жить постоянно нужно. Да. Да. Ну и все. Вот тебе и миомы. То есть, а ты ее терпишь постоянно. Понимаешь? И не даешь ей никакого отпора. Ты с ней живешь? Ну, с ней. Ты с ней живешь? Да. С мамой. Ну, миома пройдет, если ты от нее съедешь, куда подальше желательно, на расстоянии километров 100. Все пройдет. А я тебе серьезно, Свет, говорю, пока ты с ней будешь жить, у тебя будет миома и эндометриоз. Все, нет другого решения. Мы сейчас можем 300 тысяч лет медитировать, короче говоря, себя исцелять. Потом ты будешь из медитации выходить и опять в этом состоянии жить, где тебе вот все напрягает с этой мамой. И ничего не произойдет. Вот то, о чем я тебе и сказал. То есть, помнишь? Ну, я не знаю, смотрел другие разборы, но мы все меняемся через... Ты знаешь теперь, ты понимаешь. Я надеюсь, все теперь понимают, да, то есть, вот вы ничего не делаете на физике, продолжаете жить в ненавистном вам состоянии неприятном, ну, вы неизбежно будете болеть. Неизбежно, ничего не поменяется. Понимаете? Вот и все. Спасибо. Светик, я тебе желаю сил, чтобы ты съехала. И поверь мне, моя дорогая, вот поверь мне, моему опыту, я это проходил на своей жизни. Ты не просто преобразишься, ты вообще по новой раскроешься. Вот. И будешь жить счастливо. Сколько тебе лет полных? 39. И что ты в 39 лет вообще с мамой делаешь, объясни мне? Надо в 16 от нее валить куда подальше. Ну, что-то... Ну, и все. Поэтому давай, собирай, короче говоря, все свои силы, зарабатывай денег и живи отдельно. Пройдет у тебя и эндометриоз, и жизнь интересная начнется, и миомы все эти пройдут, и будешь себя отлично чувствовать. Поняла? Да. Спасибо. Света такая, ну, я поняла, но делать ничего не хочу. Ну, его нафиг. Мне удобно, короче, с мамой. Это я так. Это я шучу. Хорошо. Все, Свет, рад был слышать. Я тебя жду на следующих разборах уже, где ты будешь жить в новой квартире и где на тебя никто не будет давить. Так что готовься. Все. Ребята, смотрите, я всех благодарю за участие. Искренне надеюсь, что вам многое стало понятным. Было бы приятно. Я сейчас после вот запись сейчас выложу наших, да, разборов, если бы вы выложили, ну, допустим, что вам стало понятно, ваши выводы вообще, вот каждого, даже тех, кто не участвовали в разборах. Сейчас мы завершим, остановим запись. сайт. Субтитры сделал DimaTorzok,